Смотри, Макс, к нам едет печенка с луком. Знаю, жду не дождусь. Они так классно швыряют в толпу испорченные продукты. Ливер энд онионс. Ха-ха-ха-ха. Хорошее название. Ну, давай. Женщина. Как ты думаешь, у меня есть искусственное расстройство личности? Хм, уже интересно. Симптомы такие, посмотрим. Помешательство на деньгах, жестокие реакции на укладку волос и подсознательное желание видеть, как взрослеют сверстники. Ох, я знаю. Можно подвергнуть тебя психоанализу. Это будет больно? Только если все сделать правильно. Так, можем поразглядывать пятна. Можем поиграть в ассоциации. А можем потолковать сны. Ээээ... Ну, давай пятна. Что еще за пятна? Роршах, что ли? Можно самим организовать? Все просто. Я показываю тебе картинки, а ты говоришь, что ты на них видишь. В твоих ответах может скрываться, например, помешательство или другое помешательство. Посмотри вот на это и скажи, что ты видишь. Тест Роршах, оно. Пятаки на глазах мертвого клоуна, что ли? Пар быков зерется в лодке. Джей получает Оскар? Джей Ло получает Оскар? За какую роль? Такое было, когда я в последний раз дал Максу порулить. Пятаки на глазах мертвого клоуна, наверное, не знаю. Пятаки на глазах мертвого клоуна. Интересно. Теперь расскажи, что на этой. Кучка бактерий играет в баскетбол. Что у нас? Я сейчас вижу две танцующие тетки. Так, ладно. Голуби под крышей китайского театра. Дорогая машина врезалась в роскошный особняк. Резня в день цветового лензина. Наверное. Дорогая машина врезалась в роскошный особняк. А это? Дожды раздавленные белка, блядь, что? Останки бумажника моего дядюшки Луи. Зашифрованные любовные послания пришельцев. Я картинку видел. Учительница говорит такая. Петров, перестань рисовать круги на полях. И такая следующая картинка. Инопланетян сидит такой. Сука. Так. Зашифрованный любовный послания пришельцев. Автограф, нарисованный поленом. Это как вообще? Останки бумажники моего дядюшки Луи, наверное. Останки кошелька моего дядюшки Луи. А теперь вот это. Что ты видишь? Ээээ... Слоны на товар за чего бежишь, что блядь? Визжащая толпа фанатов альбиносов. Слоны на товарно-сырьевой бирже. И вот это. Черное пятно после вспышки. Орангутанг выбирается из нашего багажника. Война между двумя группами абстрактных пятен. Кредитная карточка, изрезанная ножницами. Ну, судя по твоим ответам, ты совершенно помешан на деньгах. Это симптом искусственного расстройства личности. Запишу-ка я его тебе в карточку. Очень интересно. Стоит проверить тебя на остальные симптомы ИРЛ. Так скажешь, костоправ. Я не костоправ, я психотерапевт. Помидоры, помидоры. Ой, я проголодался. А что такое игра в ассоциации? Это проверка твоей реакции на жизненные вещи. Я говорю слово, а затем ты говоришь или делаешь первое, что придет в голову. Например, танцую самбу, произношу алфавит или о руках резаных. Хм, уже интересно. А мы уже начали? Нет, но сейчас начнем. Готов? Это слово? Нет, слово будет перекати поле. Я понял, что Кайри писал по поводу тигра. Это... Это тигр, когда время... Все, я сейчас... Что перекати поле? Вентилятор. Макс как-то с вентилятором чуть пальца не лишился. Ага, чужого пальца, к счастью. Ключевое слово вызвало у пациента страшные воспоминания. Возможно, синдром Пенфельтера. А теперь корона. Так, подожди. Просто делай и говори все, что приходит в голову. Подожди. А что мне нужен-то второй-то? Синдром... Нет, подожди. Что второе было? Я забыл. Бляха. Подожди, что второе было? Первое про деньги было. Второе... Что-то там про взросление было еще. А что второе было? Кто-нибудь помнит? Нет. Я что-то после перерыва вернулся и забыл уже. А что она меня часто спросила? С волосами что-то? А, точно. Синдром. Что там? Укладка волос. Да. Что она сказала? Бля, темная память короткая. Дай-ка я подожди. Может, прекратим игровую ассоциацию? Давай-ка заново. Пациент ответил просьбой немедленно прервать тест. Крайне интересно. Ну, вообще... Да. Можем прекратить. Так. У нас забрезжил свет. Какой же вердикт? Сообщу тебе после многих лет безумно дорогого лечения. Мы за поддержку малого бизнеса. Можно поднять денег на черном рынке, продавая внутренние органы. Лишь бы не наши, дружок. Как ты думаешь, у меня есть искусственное расстройство личности? Возможно. Хотя люди с ИРЛ обычно жестоко реагируют на укладку волос. Так, давай еще раз. Давай еще поиграем в ассоциации. Отлично. Так мы лучше узнаем твои необычные реакции на повседневные забудь. Я называю слова, а ты говори или делай все, что придет в голову. Готов? Конечно, валяй. Корова. Корова. Ээээ. Копоть. Чего, блядь? Эвкалипт? Чего, променад? Блядь, еще бы я помнил, что такое променад. Копоть? Копоть. Интересно. а как насчет слова дрель и понимаю расческа зачем он выходит постоянно подожди может прекратим игровой ассоциации я не совсем что она имеет так мы лучше узнаем не забудь я называют готов а жду с ужасом орешник орешник а деревянный идол остался со времен когда любой хлам можно было продать без рекламы в детской берегу так это выражает симптомы комплекса ироничной ностальгией зубная паста просто делай и говори все что приходит в голову зубная паста эвкалипт эвкалипт какая необычная реакция всем просто делай и говори все что приходит всем макс как-то с вентилятором чуть пальца не лишился я не понимаю как это играть ключевое слово вызвало пациенты страшные воспоминания возможно синдром финфельтера так у нас забрезжил цвет я здоров присяжные колеблются по твоим реакциям ничего определенного не скажешь как и думаешь у меня есть искусственное расстройство личность возможно хотя люди и rl а давай еще раз давай еще по отлично не забудь я готов готов как петух в кастрюле кипящего интересный выбор слов как насчет пупури это никакое ни слова да пупури дипломы а эти дипломы точно настоящие нет такого города юта правильно пациент реагирует сомнением в компетентности терапевта щетка щетка посмотрите который час пациент обращает внимание на время возможно регрессии во времена обида 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 а можно взять поиграть нет ключевое слово вызвало детские побуждения показатель деградации личность так у нас забрежил цвет я здоров присяжные колеблются да ну что ты я не понимаю как это делать давай еще давай еще раз забудь я готов до кредо кредо что кредо ассасинскрин у тебя знак погнался стоило бы выпрямить услышу ключевое слово пациент изъявляет желание давать советы возможно комплекс превосходства начинка просто дело и говорит все что приходит в голову начинка у дивана какая начинка у дивана лиса с начинкой она напоминает мне моего бывшего кота ключевое слово вызывает воспоминания о коте нет нет ни она алиса вызывает воспоминания о лисе да нет же леса забудь заставляет пациента забыть о лисе возможно старческий шампунь просто дело и не говори все что приходит в голову шампунь шампунь что шампунь как сказал мудрец да не коснется язык твой кактуса и наоборот ключевое слово вызывает необычные кулинарные побуждения возможно оральная фиксация у нас забрежу свет я здоров присяжные колеблются по твоим реакциям ничего определенного не скажешь как ты думаешь у меня есть искусственное расстройство личность возможно хотя люди и rl обычно же я понял распространение что распространение смотри вентилятор макс как-то с вентилятором фиг пальца не лишился ключевое слово вызвало у пациенты страшные воспоминания возможно синдром пенсельтера а теперь корона просто дело или говори все что приходит в голову корона а деревянный идол остался со времен когда любой хлам можно было продать без рекламы в детской передаче пациент выражает симптомы комплекса ироничной ностальгию лад просто дело или говори все что приходит в голову а может лучше картинки посмотрим во время теста на ассоциации пациент выбрал тест чернильными пятнами возможно шизофреническая рассеянность так у нас забрежал свет я здоров присяжные колеблются да иди ты нахер я не понимаю в чем смысл блять этих твоих эмоций давай ассоциации точно не забудь готов негодяй это ты негодяй негодяй макс ходит негодяй знак спокойствия дровочное кресло интерком интерком вторг интерком пациент пытается взять на себя роль психотерапевта возможно психотравма в раннем детстве расческа Эй, есть там кто-нибудь? Эй, не трогай мой интерком Пациент пытается в нем деть Так, у нас забрежил Я здоров? Присяжные колеблются, по твоему Как ты думаешь, у меня есть искусство? Возможно Давай еще поиграем Отлично, не забудь, я готов Это слово? Нет, слово будет Перекати поле Да я что-то, я не понимаю А, Лиан Идл Остался со времен, когда любой хлам можно было продать Без рекламы в детской передаче Пациент выражает симптомы комплекса ироничной ностальии Зубная паста Просто делай или говори все, что приходит в голову Диван Может, если я прилягу, будет лучше Пациент желает занять горизонтальное положение Возможно, ключевое слово вызвало сомливость Всем просто делай или говори все, что приходит в голову У тебя знак погнулся, стоило бы выпрямить Услышу ключевое слово Пациент изъявляет желание давать советы Возможно, комплекс превосходства Так, у нас забрежил свет Я здоров? Присяжные колеблются Как это работает? Скажите мне, пожалуйста По какому принципу это работает? Потому что я что-то уже, короче, у меня просто мыслей нет Я не понимаю, как это устроено Хотя бы принцип Да у меня уже есть желание Пристрелить ее просто Может А-а-а-а-а-а-а-а-а не стреляй проявление жестокости проявление жестокости и бы видела его на пасху проявление жестокости в ответ на ключевое слово очень интересно обида она напоминает мне моего бывшего счета ключевое слово вызывает воспоминания о коте нет нет ни она лифа вызывает они жили доставлять так у нас забрежал свет я здоров присяжные колеблются по твоим реакциям ничего определить как ты думаешь у меня есть искусственно возможно тут ничего не давай я бы отлично готов давай уже сам еще раз орешник орешник шел по сельской местности а можно я посижу в тот уровень кресла я первый ключевое хронической начинка просто делай и говори все что приходит в голову может и пациент сонливость шампунь шампунь дело и говори все что приходит в голову проявление жестокости в ответ так пойдет тебе такой вариант да твое поведение приводит меня к мысли что у тебя необычайно жестокая реакция на укладку в этом боже мой это слишком странно было это может являться симптомом искусственного расстройства личности лучше сделать запись у тебя в карточке у тебя в карточке записаны два симптома я ненормален не хочу тебя беспокоить но скорее всего да и правда можешь что-то определить по моим гротескным бредовым нам разумеется в них раскрывается твое подсознание теперь успокойся и постарайся вспомнить сон ладно и так мы сны всегда начинаются с кабинета но в этот раз все было не как обычно да представляю себе расскажи что с тобой было я понял что со мной в комнате есть кто-то еще какой-то особый гость кто это был это был макс ах да твой воображаемый друг простите мадам вот он я стою рядом с вами в этом сне макс сделал что-нибудь ненормальное ну он присягал на верность звуку бабах присягаю на верность твоему оружию бабах бабах но это вполне нормально чулан пасу что-то причудливое маячило в чулане чулан мы убираем то что хотим спрятать от всех то чего мы стыдимся скажи мне сэм что было в твоем чулан чего честно говоря в чулане было пусто полное бесстыдство значит честно говоря я не удивлена я заметил что на моем дереве выросло нечто странно да растение олицетворяет источник поддержки что было на нем тебя поддерживает игла ты ни о чем не хочешь рассказать есть немного это же все бесплатно не так ли я вспомнил что только что принес одну вещь от кондитера похоже у тебя и у особого гостя какой-то праздник что это было то рост правильный пирог с избытком глазури секундочку именинный пирог твой друг ты подсознательно желаешь видеть как твои друзья становятся старше это определенный синдром искусственного расстройства личности да то есть надеюсь это ничего не значит это наверняка искусственное расстройство личности у тебя все признаки да я по тебе статью могу написать лучше расставь меня в какой-нибудь приют для бывших юных дарований подписала но свою доставку организовывай я сейчас буду крайне занята публикации истории твоей болезни а раз ты псих можно я поролю как качестве машины убийцы так мы сделали она слишком довольны уж эти психологи куда едем там брэди культуре в приют для бывших юных дарований ладно подходим дратите дратите панель не сюда сюда еще для карточки я врату у вас какой-то вундер секс происходит тут можно я войду идем дружок время служить правосудию А можно потом будем есть мороженое? Я после правосудия всегда голодный. Да. После правосудия всегда голодный. Именно в одном месте заведения тетушки Труди, где пахнет лекарствами и просто не все из резины, и где водятся огромные немой индейцы. Звучит дико смешно. Ну да, особенно после приема таблеток. А где все? Подробнее, посмотри Евротур фильм. Красота! Несомненно! Дом культуры на сцене! Святой Маккартни в жутком роскошном парике. Брэдди культуры, я так полагаю. Да вы знаете, кто я? Ух ты! Зловещий план и впрямь удался. Не перевозбуждайте, Пижон. Перед тобой вольная полиция. Конечно. Вообще-то я ждал вас. Не уж то. Так оставил бы парадную дверь открытой. Сэкономили бы время. Позвольте объяснить. О-о, кажется сейчас будет монолог. Хорошо, что я захватил свой бычий запас терпения. Я никогда не просил много. Только чтобы вселенная поклонялась мне. И чтобы быть на первом месте в осеннем хит-параде 1971 года. Но нет. Эти дурацкие недоноски, три шипучки, в одинаковых рубашках, с их сладкими песенками, торглись на мою территорию и украли мою аудиторию. Мне никогда не предлагали большие роли. А теперь вы, двое служителей закона, даже не даете бедному невезучему актеру загипнотизировать всех до единого. Заставив публику вечно поклоняться мне. Какая боль. Это все? Кажется, да. И вот. Ой-ой. Раз уж вы разрушили прекрасную иронию и не дали моим заклятым врагам вести мою рекламную кампанию, боюсь вам придется занять их место. Ляг, поспей культурой и успокойся. Нет, друзья мои. Усните сами. Ну, а щекотно. Стань поставщиком кассет. Что? Что происходит? О, нет. О, нет. Что ты делаешь? Я не знаю, я... Ты был замешан с самого начала? Я говорил, что это заговоры ты уже сразу сдал, да? Сдал, да? Нет, бошка, я должен носить кассеты. Визови Чиру, визови Интерпол, визови Киану Ривза. Должен Киану Ривза кассеты. Что? Киану Ривза? Эй, 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 эй. Я должен носить кассеты. Надо сыр спиздить. Надо срочно спиздить сыр. Далековато. Я должен носить кассеты. Далековато. Далековато. Да в каком смысле далековато? Я должен носить кассеты. Эй, пропало все мое оружие. Бах, даже не пытайся. Люблюсь смотреть. Я просто чёрт смеялся. Либо я попал в восковой музей Сальвадора Дали, либо я сплю. Что это? Вы любите меня. Вы обожаете меня. Тань поставщиком кассет. Сон во сне. Выполняй мою злую волю и так далее. Ха-ха-ха-ха-ха. Святые мозги в соковыжималке. Я же под гипнозом. Вспомнить бы, что говорил и сделать, Сибил. Победи захватчика в твоих снах. О, да. Ой, Сэм, я здесь. О, привет, дружок. Брейди посетил мое тело. Ненавижу, когда со мной там делают. Спусти меня вниз. Хорошо, дружок. Я спасу тебя. Чё я хотел сказать? Я чё смеялся? Он чё-то рассказывал вроде серьёзно и такой, знаешь, на каждой какой-то пафосной ноте он такой, знаешь, там аккорды выдавал какие-то. Не знаю, чё-то смешно было. Не знаю, чё-то смешно было. Лава антеннам. Брейди украл тело Макса. О, это так приятно. Мне так нравятся мои новые мохнатые лапы и милые хвости. Эй, не трогай мой хвост, психованный телесный вор. У-у-у, доберусь я до тебя. Не волнуйся, дружок, я тебя поймаю. Быстрее, Сэм, у меня чешется, а почесать нечем. Это Брейди культура, ввенчанный в люстру. Лампочка – символ мудрости. И вот мудрость. Брейди – сто-ваттный гений. А это здесь к чему? Ого, он еле держится. Ого! У-у-у. У-у-у. Мне так весело не бывало с момента кражи тела. Давай еще раз, Сэм. Хм, а теперь что? У-у-у. Здорово. Ну, Сэм, если ты заметил, я остался на том же месте. Ладно, держись, я что-нибудь придумаю. Всё. Все выстрелю. У-у-у. ФраймаT так суши ты не думаю что максу понравится если я суну туда его так хочу а мистер культуры а у меня сюрприз серьезно и для меня пока макс я хотел брать добрать и культура в люстре и как его убрать выстрелить по люстре нельзя застрелить меня я не гасим не гасим крысу насос это просто солнце ты чё делаешь одно меня будут вселенские обожать все во вселенной это еще что такое ожирение всемогущие какая здоровая крыса а чё ты брэдик эй брэди сырок в чем дело болван хочу представить тебя моего маленького друга успел смотри не доставьте сыр в покое так как уж не сырочка животное как избавиться от потолочного вентилятор может как-то действительно сдается мне брэди в твоей карьере настают темные времена культуры от его улыбки всем светлей так и вот тут в телевизоре и по телевизору брэди культура да и мне здесь место я смотрите меня меня муга га а как его выключить так а у меня больше чего не хочешь завести от меня детей не хочу или звезды от пуль только крепчают скажет тупаку странно так и чем если делать антенн танцуй марионетка пляши интересно если ее подергать картинка станет четче нет я должен остаться в телевизоре навечно так принимает куда лучше не впадая в истерику башка я в порядке я просто пал жертвы этого доморощенного плана гипнотической доставки видео еще тоже твой сообщеник мой соус цветы трусы на мачке тонущего салагруза этот косматый психопат захватил плен моего друга у тебя конечно нет воск технического устройства которое блокирует гипнотический луч нужно побыстрее найти что то есть как не сразить этого аллергия на пули ну как и сэн табы этого джина застигать не ходи к ним он меня подстроить заговорить прости башка но я должен нужно спасать мохнатого дружка спасибо башка так надо придумать как спаси макс про макса да макс уже нету мы одни это уже не сон на макса почему-то не подействовало а можно эту хуйту взять чуть марка не понравится что я сломал антенну у телевизора можно срочно его известить в тот вечер на это нет времени нужно спасать марша алё полиция это не поможет мне спасти мак что поможет мусорное ведро крыса макс вот кому бы это понравилось вот именно это марк вы сейчас и разглядывал ну-ка если к терапевту да ксибил дим определенно нравится этот логотип здорово мать сибил доктор сибил макс исчез макс исчез когда ты перерастаем воображаемых друзей его схватил этот патолога маньяк брэдди культура конечно понимаю ты там понимаешь что мне нужно как-то блокировать гипнотический луч ты конечно хоть и специалист по мозгам но ничего в этом не смысле что крыса лабораторная милосердная ты правда что ты знаешь быстрее говори пока у меня мозг не разорвало вообще даже сказать тебе об этом грубое нарушение отношений больной терапевт но один из моих клиентов помешанный на изобретательстве нарисовал мне чертеж устройства которое как он утверждал блокирует гипноф вот именно такого глупого везения это чудовищное нарушение всех имеющихся законов врачебной этики разумеется но ты все же вроде как полицейский так что в общем я дам тебе чертеж спасибо мой недостаток инженерного образования наконец поймал меня я ничего в этом не смысл одна из немногих отрасли где меня небо я мне кажется знаю одного человека который гений просто инженерного дела в этой игре мне кажется он нам сейчас такой соберет ой боже зачем мне ждать рт это redemption ну-ка гений инженер блять вполне себе вариант боско у тебя конечно нет вот к технического устройства которое блокирует гипно-блокиратор мне бы хотелось ходить себя сделать но как понять не имею нужно побыстрее найти что-то подожди боско спасибо боско боско ну-ка гляди сюда это у меня с собой а можно из поддельной антенны сделать неподдельно да можно давай добавим немного боско технической рационализации и вот он самый совершенный гипно-блокираторный шлем в истории человечества но вы счастливые деньки похоже наши запасы порчи из глаза истощены а забирай только останови бреди культуру он мне подстроит заговор ты безумный гений боско следующий кисет я тебе будет за деньги за деньги да 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 окей что за хуйня он мне сделал боже это просто о боже я иду макс тут никто дверь за мной не закрыл правило номер три идешь к дьявольскому злодею с гипнотическим оружием надень защитной головной убор отпусти зайцеобразная культура боже как я раз тебя видеть наш йоганн себастьян умеет играть только одну песню какую это что повторный заказ мы что не смотрели серию где собаку гипнотизируют ну если вы хотите посмотреть еще раз что очередная победа изобретательского гения и простой кухонной пудры давайте культура мы таем словно свечки кто же нас спасет спасите несчастных да удивительно что работает спасибо за фоллоу добро пожаловать бой вступает кавалерия ты призрел букву закона бреди культура мы все видим и на этот раз мы снова попадаем под гипнотизируют в полосе уверен вы не забыли команды которым я вас учил так что слуги мои врежьте собаки бреди культуры нет они и так вырезали себе хорошо пойдем идиотским путем врежь мне станьте мной станьте мной демократы мои родные в бочке квашеной капусты терпение проглотить нелегко насмешил дружок и что это должно значить хватит глупостей врежьте собаки а можно сказать им не слушайте мои приказы есть такой вариант станьте бреди культурой станьте бреди культурой выполняй мою злую волю поклоняйтесь видеокассетам что за ерунда врежьте собаки что-то не так поклоняйтесь поклоняйтесь бреди культуре врежьте бреди культуре нет врежьте собаки ну ладно может было и так поклоняйтесь так ну вот нечего то бреди культуре людей а теперь врежьте мне врежьте мне врежьте мне ой 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 поклоняйтесь бреди культуре а если я поклоняйтесь мне скажу станьте мной станьте мной демократы мои родные а а что будет если поклоняйтесь мне поклоняйтесь мне 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 поклоняйтесь мне вы мои предплешники мои мне мне врежьте нет мне врежьте мне 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 да что я нет ты идиот хуа в первом классе я этому и научился я тебе еще пытался симопорить ушами но конечно у меня всегда ВАР путается да смешил дружок ну что же давай снова разгипнотизируем бедных кротышек и пора в путь бедных срок ты же знаешь что ты обожаю насилие его спаси хихихихих хихихихих ну вот и все Макс еще один пинок пухлый из-за мировой преступности и слава богу что вся эта петрушка с контролем сознания закончилась а то всем могло стать ооочень неприятно я так рад быть в студии Майера я такой ваш фанат смотрю и не могу остановиться сам не знаю почему Та-да-да-да-да-дам Та-да-да-да-да-дам Та-да-да-да-дам было написано геральт озвучивал глазейку вот это поворот 2006 год обалдеть где я был 12 лет сам интересно что надо теперь другую игру запускать каждый эпизод отдельная игра ситуация к